Книга «Открытым оком», том 1. Тема «Внутренний мир человека». Вопрос 244. «Я знаю, что имя Бога упоминать в суе нельзя, но забываю об этом и снова упоминаю в суе. Мне и люди говорили о том, но я продолжаю согрешать в этом. Как я могу исправиться? Что об этом говорит Библия?» Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Библия, Слово Бога Живого, определенно говорит об этом грехе с отрицательным обетованием, обещанием кары. Исход, 20 глава, 7 стих. «Не произноси имени Господа Бога твоего напрасно, ибо Господь не оставит без наказания того, кто произносит имя его напрасно». Не ложное обетование Божие, и если это не удерживает, то нет воображения. Как многие говорят, что не могут рано вставать, не могут поститься, не могут бросить пить алкоголь, наркотики употреблять. Но вот случилась беда, попал за решетку или тяжко поврежден, лежит человек на одре. Еще все органы могут грешить, но доступ к удовольствиям отсечен, и никто не умирает. Жесткий режим выправляет волю, подневольно пока, но навык выводит на трезвую стезю. Вообрази, что только что сказала про свой грех, и еще далеко до отчаяния. Просто возьми себе шило и проткни язык свой, приколи его к столу на час. У Иоанна Листвичника много подобных примеров, и все уплыли с ласти. Суя, то есть напрасно, без дела. Это слово встречается в Библии только два раза, и оба направлены на язык, употребляющий имя Бога Суя, для прикрытия расхляпанности. Притча, 30-е, с 7-го по 9-й стихи. Двух вещей я прошу у тебя, не откажи мне, прежде нежели я умру. «Суету и ложь удали от меня, нищеты и богатства не давай мне, питай меня насущным хлебом, дабы, присытившись, я не отрекся тебя и не сказал, кто Господь, и чтобы, обеднев, не стал красть и употреблять имя Бога моего Суя». Если человек не клянется, не говорит ей Богу, не призывает Бога зря и ложного свидетеля, то на обыденном уровне употребление имени Божьего Суя выглядит так. Что-то уронило, разбило и тут же сразу возглас, ой, Господи, произнеся имя Бога, не добавляют ничего, ни просительно, ни благодарности, ни хвалы. Сказал Боже, Господи, то и добавь, спаси меня, помилуй меня, помоги мне, Боже, сохрани меня, Господи, и тому подобное. И о чем просил, к тому и направь волю, чтобы исполнить с радостью, с помощью Божией просимое. Если не для любования самим собой задали вопрос, смотри, как я искренне хочу быть святой, то наложите на себя епитемью. Если еще раз произнесу имя Божие в Суе, то пусть друг, товарищ, сделает то-то мне. Псалом 35, со 2 по 4 стихи. Нечестие беззаконного говорит в сердце моем, нет страха Божия пред глазами его, ибо он листит себе в глазах своих, будто отыскивает беззаконие свое. Чтобы возненавидеть его, слова уст его, неправда и лукавство, не хочет он вразумиться, чтобы делать добро. Попроси близкого тебе человека стукнуть себя немного при согрешении данным, и без обиды это перенеси, а с благодарностью, или останься без еды на день. Прищеми себя, плоть свою бдением, не ложись спать днем никогда, и вставай не позже, как без 20 минут в 5 утра. Положи сотни три поклонов земных, и если ты хочешь избавиться того, что не угодно спасителю, то непременно он поможет. Страсть клятвия сгорела, задымится и это пустословие.